Вместе с тем, многие жители столицы Якутии жалуются, что в некоторых алкогольных маркетах города продают спиртные напитки выпускникам школ. А это, как известно, законом запрещено. Нарушают ли закон предприниматели города, постарался выяснить Дмитрий Тымыров. Продажа алкогольной продукции несовершеннолетним запрещается законом. Но вот многие выпускники школ, которые пошли в школу в свое время 7 или 8, сегодня им уже 18 и 19 лет. Как говорят продавцы алкогольных маркетов, закон им не запрещает продавать алкоголь совершеннолетним школьникам. А паспорту при наличии паспорта 19 лет, закон 18 лет. Как и продавцы, так и надзорные органы не имеют права запрещать пить алкоголь совершеннолетним, даже если они имеют статус школьника. На сегодня законом это нигде не регламентировано. Все равно сейчас не хватает полномочий. На сегодняшний день, к сожалению, у нас рычагов в этом отношении не так широкие. А пока надзорные органы не имеют права контролировать совершеннолетним школьникам покупать алкоголь, эти школьники, которым 18 и 19 лет, покупают спиртные напитки своим несовершеннолетним одноклассникам. То есть покупают за рост, покупают и передают детям, это, конечно, не очень хорошие факты, но они, скорее всего, есть. Сейчас, как говорят надзорные органы, ответственность лежит именно на родителей и органам общественного порядка, чтобы не допускать распития спиртных напитков в общественных местах. Очень много детей появляется, уходит в парк. То есть, конечно, здесь нужно усиление, наверное, все-таки общественности и полиции в части пресечения и не допущения распития алкогольной продукции. А тем временем Управление госалкоконтроля Республики проводит выездные профилактические мероприятия по пропаганде ЗОЖ в пригородах и близлежащих районах Якутии. Мы сегодня делаем трезвые десанты. Буквально вчера, например, село Актем Сахангаласского луса прошли вот такие мероприятия, охвачены все трудовые коллективы. Чтобы в будущем иметь здоровое подрастающее поколение, надо усилить работы с федеральными органами власти для того, чтобы убыстрить процедуру рассмотрения запрета продажи спиртных напитков лицам до 21 года. Здесь, наверное, нужна инициатива, опять-таки, наших депутатов илтумен. Но мне бы хотелось сказать, что на сегодняшний день этот вопрос решается на уровне Государственной Думы Российской Федерации, потому что вопрос о том, чтобы повысить возраст, не 18, а 21, он рассматривается. Возможно, в принципе, может быть, даже в этом году будет он принят. Дмитрий Тымыров, Максим Ростовцев, МВК Саха, Якутск.